Друзья, я конечно не подстрекатель, но мне кажется, что уроки географии действительно зашли очень далеко, потому что появился новый режим, который мы сегодня будем смотреть. Друзья, всех приветствую, с вами Булкин, добро пожаловать на мой канал, и это вновь уроки географии, поэтому я советую всем приготовить свои листочки, ручечки, и в принципе это ничего не нужно, потому что уроки географии вообще превратились непонятно во что, и теперь помимо того, что мы смотрим мир, изучаем что где находится, пытаемся каждый раз угадать, Теперь еще и соревнуемся в онлайне с недавнего времени, потому что появился режим Country Battle, а теперь с недавнего времени, по крайней мере я заметил это только сегодня, появился Distance Battle, то есть это старые добрые уроки географии, когда раньше я в одиночке бегал по гугл-картам, искал где же это находится, и моя задача была приблизиться к этой точке, то есть максимально именно по дистанции, и теперь этот батл доступен в онлайне, то есть я даже, я не хочу даже ничего предполагать, я реально еще не пробовал, Вот тут написано, your AVG position 0, то есть как бы доказательство того, что я еще ни разу не пробовал, потому что это типа моя средняя позиция, короче, все, всем приятного аппетита, кто кушает, всем приятнейшего просмотра, итак, let's go! Бля, я даже, я даже не представляю, как это сейчас будет выглядеть, но это очень сложно, ладно, страну угадать, но, так, что это за страна, для начала нужно понять, это какой-то торговый центр, бонус, я даже пока, так, правостороннее движение, Так, Orion Banky, бля, вообще очень похоже, почему-то, опять же, на какую-нибудь Финляндию, никто еще, а, пять попыток есть, пять попыток есть, heads up, you're in last place, в смысле, какого хера? Подожди, стоп, а что они делают-то? Не, допустим, я хочу просто, просто, можно я вот тыкну, чтобы понять вообще, как это работает? Мне кажется, это где-то в Финляндии. At this moment you have made the cut. Что это значит, блядь? Что это значит? Что значит? Подожди, что я должен сделать? Нихуя не понимаю! Хорошо, Швецию поставлю, блядь, не знаю, Норвегию! Так, подожди, я могу... Я нихуя не понимаю. Четыре, что такое? 178? А! Стоп, что? Что? New York West was 2275 километров from the correct location. Так, это оказалось Исландия, вроде как. Подожди, стоп! Я все равно прошел дальше? Так почему у меня, не понимаю, X5 написано, что я мог... Блядь, я пока не понимаю, как это работает, честное слово. Так, ладно, хорошо, сейчас, наверное, по ходу дела пойму. Снова Европа. Угу. Угу. Так, heads up your... Подожди, как... Блядь, я не знаю, ну пусть это будет вот... Я не понимаю, блядь, как это работает! Румыния, блядь! Бухарест! Что происходит? А, типа, хуёво, да? Крак... Блядь. Подожди, Австрия. Я могу так... Подожди, нет, Австрия. Ё... Так, подожди. Ага, тут потом идет... Подожди, я, кажется, понял, блядь, как это работает. Я, кажется... Я, кажется, понял, как это работает, то есть я ставлю метку. Мне... У меня показывается, сколько осталось, и, скорее всего, это количество... Бля! Куда меня выгнали? Нет, подожди, Сербию хочу! Чё? Чё, нихуя? Оно еще какое-то время засчитывал? Я чё, выбыл? Схуяли, блядь! Йорг Гвессы, это был Амстердам. Блядь. Я понял, как это работает. Короче, пять попыток дается, видимо, на всю игру. Дальше, в зависимости от того, насколько... Дальше каждый ставит метку. Например, Гвессы нажимаю, мне показывают, на какой позиции и в скольких километрах от другого, кто угадал. И, соответственно, таким образом я могу, как бы, и подобрать, чтобы приблизиться. Но это происходит немгновенно, плюс тратится моя попытка... Ебать сложную систему. Это надо больше продумать, придумать. Так, ладно, вроде как интересно. В любом случае, конечно, со странами намного проще. Но, тем не менее, когда что-то новенькое, это всегда хорошо, поэтому я только лишь рад и вот только осталось до конца понять. Так, допустим, вот стоп. Я, допустим, угадываю. Это у нас что? Это у нас может быть что-то... Что угодно. Очень много пикапов. 56 Sweden Street. Какова вероятность, что... Так, ну это, подожди, стоп. 56-я шведская улица. Это Америка ли? Или все-таки нет? Потому что все намекает на то, что это вроде как... Не, ну хорошо. Family, доллар, блядь, какой-то. Какой-то семейный доллар. Хорошо, допустим. Допустим, я рискну и предположу, что это какой-нибудь штат. Например, блядь, ну не знаю. Монтана. Вот здесь вот. Гуэс. 1233 километра мне до лидера. Точнее, не до лидера, а до второго... Бля, они... Подождите, пацаны, вы куда так разогнались-то? Подожди. Невада, ладно, допустим. Нет, ближе? Бля, еще оно... Оно сколько-то времени занимает это? Вот сейчас вот оно засчитается? И нихуя не поменялось, блядь. Но я в любом случае 977 километров до правильного... Нихуя не понимаю, блядь. Стой, куда? Куда все разогнались? О, нихуя. 364, это где-то здесь. Все, я понял, как это работает. Я потратил... Получается, три попытки. Я угадал страну, я выжил, и мне добавили еще две... Все, я тебе... Блядь, ебать, система. Это же надо было... Как они вообще сообразили все это? Да, ну это... Это реально сложно сначала понять с первого раза. Ну, наверное, только мне, потому что я, как обычно, блядь, тугадум, тугадумач. Таиланд, Индия, я не знаю... Нет, подождите, стоп, написано все. Блядь, уже все угадывают, я не понимаю. Уже все... У меня четыре попытки есть. Сан-Хосе, Лямок... Сан-Хосе, это что? Подождите, Сан-Хосе. Это... Это Южная Америка? Это где-то... Подожди, Сан-Хосе, это... Может, Бразилия? Не знаю, где-то поближе к Уругваю поставлю. Ну-ка. 967 километров! До того, кто передо мной выше стоит. Так, ага, меня сдвигают вниз. Ладно, хорошо, попробуем вот сюда, ближе к Винсуэле. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Блядь, 1911... Подожди, Аргентина, что ли? Нихуя не понимаю. Пацаны, куда вы меня двигаете? Стопэ, блядь! Не, нихуя. 420... Ну, я все равно прохожу. Я на последнем месте, но я прохожу. Где это, блядь? Где это? У меня одна попытка. Я все попытки потратил просто на Южную Америку сейчас. И... Мексика. Блядь, это оказалось Мексика просто. Это было проще, чем я думал. Ну, или где там? Ну, почти Мексика. Почти Мексика. Где-то повыше, короче. А я думал, наоборот, ниже. И, соответственно, наверное, засчитывается... Вот мне теперь надо понять. Засчитывается последняя моя позиция, которую я поставил. Или ближняя из всех, которые я поставил. Так, левостороннее движение. Так это Австр... Может, это Англия? Нет, это Австралия. Это Австралия. Я рискну предположить. Так. Индонезия. Подожди, Австралия, мне кажется. Тут уже как бы не угадаешь. Но, допустим, вот здесь поставлю по центру. 2897 километров. Однако. Однако 2897 километров. Стоит ли пробовать где-то ближе ставить метку? Ближе к Сиднею, наверное, да? Или вот сюда вот? Где-то вот, мне кажется, это здесь. Попробовать? Или, блядь, не рисковать? Блядь, меня двигают вниз. Блядь, ну режим прикольный, согласитесь? Реально прикольно. Необычно. 3000 километров. Охуеть. Я поставлю. Похуй. Подвинулся. Подвинулся. Все, отлично. Подвинулся. И что у меня? В смысле? А, одна. Одна попытка. Ебать, я потратил все. У пацанов там по 4, по 6, по 7, по 6, по 2. Короче, надо себя приучить. Не растрачивать просто так попытки, а сразу ставить. Ну, хорошо, что их несколько. Так. Аделинос. Соле. Прайя. Декол. Карето. Так, подожди. На самом деле здесь можно какую-то подсказку в этой, в этой надписи найти, но что-то как-то у меня это не... Ну, это, это Южная... Нихуя себе как поменялось. Что-то в другой год я, по-моему, попал немножко. Так, и что это? А, порк. Блядь, сложно, кстати. Ацессо локал вале джедуо. Бля, я не знаю, что это такое. Я вообще не знаю, что это. Лейта осадо. Блин, ну это вообще как бы похоже. Это, мне кажется, даже может быть Европа. Это и есть Европа. Это где-то вот Испания, может быть, просто-напросто поставлю. У меня единственная попытка. Я предположу, что это Испания. Не знаю, вот где-то Испания, Португалия. Вот где-то вот здесь. Вот, например, блядь, я не знаю. Неплохо. Неплохо, Санёк. Прямо в яблочко практически. 183 километра до того, кто выше меня. У меня нет попыток больше. И как бы я бы их и не ставил. Действительно, угадал ли я страну? Чего? А, это, я думал, Лондон. Это, оказывается, кто-то предполагает. Это Испания. Да? Нет. Не дали мне плюс один за... Это Португалия. Это Португалия оказалась. Пиздец. Чё? Так, одна попытка. Всё так же у меня остаётся. Пока мы движемся дальше. Так. Угу. Ничего не понимаю. Вообще ничего не даёт. Но вот что это может быть так? Быстренько смотрю. А, допустим, если это Таиланд. В Таиланде там... Ну, нет. Это не Таиланд. Это что-то типа, может быть, Малайзия. Это может быть Малайзия. Вполне себе. Да? Например. Хотя хрен знает. А может быть... Нет, это не Малайзия, наверное. Хотя не знаю. Блин, вообще не... Ой, чё-то я, конечно, разучился. Ой, я разучился быстро думать, блядь. Быстро думать я разучился. Чё написано? Я ничего не понимаю. Возможно, здесь даже есть флаг нужный. Нет, смотрите. Тут есть язык, который... Который... Ладно, пофиг. Короче, я поставлю где-нибудь вот между Таиландом, Малайзией. Вот здесь вот. Допустим. Есть! 136 километров от того, кто выше меня. Ебать, я держусь. Ебать, я выживаю просто. У меня одна попытка ебучая. И всё. Каждый раз. Я прохожу дальше. И что это? Это неугаданная страна. Но я выжил. И одна попытка. Кто-то предположил, что это Польша. Я не знаю, каким образом вообще можно было предположить, что это Польша. Это у нас... Оказывается, можно приближать. Это что? А я не знаю, что это. Ну, короче, я был близок. У меня снова одна попытка. Я нахожусь в полях. И я должен что-то предполагать. Учитывая, что я вижу... Вот это вот на Бразилию похоже почему-то сразу. Вот такие вот фольксвагены. Там просто их вот-вот-вот, мне кажется, почему-то очень много. Подожди, правостороннее движение. Так. А почему праворульное движение? Это не Австралия. Это точно Южная Америка. А где в Южной Америке у нас правостор... Праворульное движение? Правостороннее. Подожди, стоп. Что я несу, блядь? Что правильно? Они по своей стороне едут. Блядь, я как обычно, короче. Я почему-то подумал, что это левостороннее. Тогда это... Ну, похуй, что. Одна попытка. Я думаю, что это ближе к Бразилии, поэтому поставлю где-нибудь здесь. Что, хуй, пиздец? Я поставил метку, нет? Алло. Чё? Блядь. Это реально Бразилия оказалась. Но я слишком... Я просто переживал, вдруг это всё-таки где-то к Мексике поближе. От этого режима максимально необычное ощущение. Мне лично зашло. Поэтому я попробую сейчас сыграть ещё раз. Только не буду уже растрачивать свои попытки вот так вот, как я это сделал в прошлой игре. Так, что это может быть? Это где-то в горах. Это написано... Почему-то никто не предположил ещё. Кто-то предположил. Так, подожди, подожди, подожди. Тут не написано страна точно. Это где-то, опять же, Южная Америка. Может быть, опять же, Бразилия, например. Вполне себе. Кстати, неплохая тачка. Очень даже неплохой автомобиль, я бы сказал. Если можно это назвать автомобилем. Я предположу, что это Бразилия. Я думаю, что всяко я буду близок, потому что где-то что-то там вот поблизости. Вот здесь. 1324 километра до того, кто предположил выше меня. Не буду тратить пока всё в порядке. Я, по крайней мере, нахожусь... Ну, я продвигаюсь дальше. Значит, мне беспокоиться ни о чем. То есть, вообще. Смысла не имею вообще сейчас. Смысла не имею. Смысла не имею сейчас что-то пытаться. Ну, это, скорее всего, Бразилия. Хотелось бы угадать ещё страну. То есть, за угаданную страну я получаю ещё один балл. Дополнительный. Так. Сейв... А, не угадал страну. Это оказалось... Ха, ха. Это оказалось в Перу. Нифига себе, чувак. Что? Как он это сделал? Посмотрите. Он практически на ту же улицу попал. Так. Хорошо. Это попахивает Скандинавий. Мне кажется. Либо же... Либо же... Я даже не знаю. Ну, Прибалтика... Не, вряд ли. Так, подожди. Аптека Апотхик. Мне это вообще, блядь, ни о чём не говорит. На каком это языке? Что? Гезохт. Ит Витзерц. Ом БМВС. Я даже здесь БМВ нашёл. Так это чё, Германия, что ли? Или Австрия? Блядь, ну у меня как бы не так много попыток. Поэтому не хочу я тратить много. Поставлю вот где-то поближе к Австрии. Вот, блядь, это не Германия, на самом деле. Я уверен. Ну, я как бы на третьем месте. На четвёртом. Ну, дёргаться я не собираюсь. Это, скорее всего, всё-таки не Германия, не Австрия. Ну, только... Может быть Австрия. Не-не, куда меня двигают? Не надо меня двигать никуда. Сейчас посмотрим. Сейчас мы всё узнаем. По крайней мере, я прохожу. Я никуда не спешу. Ага. Ну, кстати, да. Другую сторону я почему-то не посмотрел. Это Бельгия. Это Бельгия. И как бы кто-то предположил, что это Украина почему-то. Я не знаю, каким образом. А вот там вот, судя по пейзажу сзади, вполне возможно, что это... Нет, это не Россия. Глюкцум. Ну, это Германия. Ну, это немецкий язык. Это немецкий язык. Я читать умею, а знаю очень мало по-немецки. Это немецкий язык, только... Это может быть, опять же, Австрия. А в Бельгии тоже на немецком разговаривают? Я просто не знаю. Ну, это типа... Хорошо, я поставлю просто... Допустим, это где-то около Швейцарии. Я не знаю. Где-то около Швейцарии. 74 километра до того, кто выше меня. И этот человек на первом месте. Поэтому либо это... А это может быть... Подождите, Швейцария на каком? А. Ну, кстати... Блядь, я не знаю. Ну, я... Не, все, я никуда не рыпаюсь. Все, мне только лишь хотелось бы угадать еще страну, чтобы получить еще дополнительное очко. Шансы есть. Шансы есть всегда. Но я просто вот реально узнал как бы немецкий язык. И, значит, это вот где-то вот рядом с тем местом, где я указал. И все-таки это оказалось... Ага. Швейцария? Это Швейцария. Это Швейцария. Блин. Ну, был шанс. У меня не рискнул. Надо было, конечно, может быть, попробовать. Ну, блин, ну реально, ну как бы... Как тут угадаешь? Тут не угадать. Так, какая-то... Какой-то хайвей. Это из Форза же трасса, блядь. Это где сверху, снизу я выбираю. Ничего? Нормально, что я на нее... Опять, блядь, опять немецкий язык. Хамбург. Понял, блядь. Ладно. Хорошо, поиграем, блядь, в игру. Только у них там эти автобаны, так что... Как бы... Где Хамбург? Хамбург вот. Значит, это возможно... Я не знаю, я охуя, если я еще трассу угадаю. Допустим, это здесь, блядь. Причем никто не... Ну, блядь, хуя. Пока... Пока я первый. Там там, скорее всего... Я... Я не думаю, что они неспроста сейчас... Так, подождите. Я ближе, чем Джейкоб, который предположил. Я думаю, что они сейчас пытаются найти точное место. Ага, все-таки вот. Да, Сан Му, он предположил еще ближе, чем я. Блин, неужели я еще и трассу угадал? Ну, тут как бы это несложно. Вот тут даже написано 100. Блядь, на туре тут же написано 100-я трасса. А где 100-я трасса у нас? Я вижу только 215-ю. Может быть, это она, может быть, не она. Она, короче, непонятно. Ну, типа, если захотеть, можно реально найти даже это место. Это несложно здесь. Аааа... Ммм... Ничего себе. А, в натуре, вот она, 100-я трасса. Тут ее видно. Хаа, прикол. Прикол. Ну, чувак чуть-чуть ближе, чем я, кстати. Все Гамбургу поближе. Они увидели тоже этот указатель. А это вообще в Берлине. В Берлине трасса, где написано, что, типа, указатель на... Ээээ... Гамбург. Так. Это сложно, блядь. Вот это прям сложно. Здесь я могу сейчас обосраться, потратить кучу попыток. Но мне кажется, что это Африка. Типа, вот почему-то мне кажется, что это... Так, что написано, что написано? Подожди, подожди, подожди. Любые надписи мне сейчас помогут. Ай-яй-яй. А, блядь, а может быть, не Африка. А может быть, это Южная Америка все-таки. Это сейчас вот по языку надо как-то понять. Вот тут... Ну, кстати, написано... ГАНА! Там написано ГАНА! А где у нас ГАНА? Блядь, а где ГАНА-то находится? Ебать! ГАНА это у нас здесь. Блядь, где ГАНА? ГАНА! ГАНА! Все, просто лишь бы куда. Тихо, тихо, тихо. Я третий. Я третий. Там написано было ГАНА, я сразу понял, что к чему. И... Плюс один! Это ГАНА! Просто одно слово, которое я высыпил, увидел. И это оказалось... Вот это сейчас мне фортануло. Так, у меня есть семь попыток. Это прям реально, ну, как бы большие шансы, если я их не засру. Так. Вот это у меня почему-то ассоциируется, может быть, Иран? Ирак? Я не знаю, или... Ну, это, типа, вообще, я без понятия. Так, надпись какая-то. Ну-ка, 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 что написано? Ой-ой-ой, непонятно вообще, что написано. Что это такое? Что? Блин, я так хочу подсказку. Это, это что? Это... Может, это... Это Монголия? Ладно, я сам, я без подсказок. Это Монголия? Очень похожий язык, мне кажется. Фух, ебать. Ебать. Я, по-моему, попал шесть тысяч. Да, саму? Который... Чё, серьёзно? Вот это... Я не знаю, как его... Так, да, саму всё-таки понял. Блядь, подожди, подожди. Мне это нихрена не устра... Подождите, я третий. Блядь, меня сдвигают. Блядь! Пацаны, стопэ! Опа, нахуй, блядь! Улан-Батар, блядь, помог мне! Хух! Чё, реально прям близок я был? Ну, как сказать. Но вот это, по крайней мере... Ага, всё, я понял. Они как-то, видимо, город ещё угадали. Более подробное месторасположение, так скажем. А я... Сейчас сам себя спас в последний момент. Так, что это? Это у нас пока непонятно что. Так, это у нас... Эксклюзив штрик моден фабрикс веркауф. Копштрассе. Опять это... Ну, это Германия. Айнбан. Так. Подождите. Может быть, всё-таки здесь есть более подробная какая-нибудь подсказка, которая мне сейчас поможет. Шиномонтаж какой-то. Может, это Швейцария? Опять. Всё-таки хотелось бы... Ладно, я предположу, что это... Пацаны, по-моему, там ищут этот... Они сейчас... Они сейчас точную улицу найдут. Вот в чём проблема. Пока я тут определяю со страной, пацаны уже... Блядь, я не знаю. Ну, Штутгарт, мне кажется, что это. Блядь, да. Очень-очень-очень тоненько. Очень тоненько, блядь. Если сейчас чувак предположит ближе, то всё, у него пизда. Блядь, он предполож... Ладно, Швейцарию попробуем. Нихуя. Нихуя, это не Швейцария. Франкфурт. Франкфурт. Блядь, Франкфурт. Блядь, всё, я въебал. Чё это, где это? Где это оказалось, блядь? Да ёбаный в рот! Они реально улицу эту нашли, это... Это Австрия вообще была, блядь. Была Австрия. А ту, которую я забыл, потому что до этого я не вспоминал, что как бы если немецкий язык, наверное, может быть всё-таки Австрия, а потом уже всё остальное. Блин, ну ладно, ладно. Это я тут уже затупил, затупил. Зачем я в Швейцарию туда пошёл, если надо было попробовать правее к Австрии? У меня были шансы. Хотя, учитывая, что прошли те, кто реально нашёл так-то город. То есть я не увидел, скорее всего, что тут Виена где-то написано. Ну, Вена. Правильно же? Ну, правильно. Вот, и мог. Ладно. Ладно. В общем, режим мне понравился. Друзья, напишите в комментариях, в следующий раз, в следующей серии уроков географии, как бы вы хотели, чтобы я страны обратно, вот как по старинке, соревновался, угадывал? Или же попробовать ещё раз свои силы в режиме, где нужно угадывать... Ну, точнее, быть приближенным максимально по дистанции к определённому месту, которое, собственно, загадывается. Огромное спасибо всем за просмотр. Оценивайте видосик, подписывайтесь на канал, что тут впервые. И забудьте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать следующие серии. Оставляйте ваши комментарии. До новых встреч, всем удачи и всем пока-пока, друзья.